Приход храма Нарской иконы Божьей Матери отпраздновал 10-летний юбилей со дня освящения Нижнего храма. 12 ноября близ храма состоялось освящение нового здания Богодельни. Чин освящения возглавил высоко преосвященнейший Корнилий, митрополит Таллинский и всея Эстонии. Сослужил владыке митрополиту, преосвященнейший Лазарь, епископ Нарский и Причудский. Благохрани мисс, стране нашей, властях и воинствия, я, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Благословение свое на дом сей, и на рабы твоя, и всех здесь труждающихся, и на всех в нем благочестно жить и хотящих. И послать им ангела своего милостива, соблюдающая и сохраняющая их от всякого зла, и наставляющая к деланию всех добродетелей, и к исполнению святых христовых заповедей. И о ежесохраните их от глада, губительства, трусов, от опа, огня, меча, и нашествия на племенник, и всякие смертоносные раны. И дарывайте им здравие, и долгоденствием оградите их, и во всем уговзи, сердцем вси Господи услыши и помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, И еще молимся за всю братью и за вся христиан. Слава Тебе, Христе Божий, упованье наше, слава Тебе. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, И снова превосхищай нищего, и Бог Бог Господи. После молитвы митрополит Корнилий лично окропил все помещения нового здания, приветствуя находившихся в комнатах насельников богодельни. Затем предстоятель обратился к собравшимся со словами радости о завершенном строительстве. Слава Богу, что начинание, которое здесь положил отец Виталий, оно получило отклик. Честно говоря, когда разговор шел вот об этой части, он просил у меня богатство Венея, я сказал, ну смотрите, сами боюсь, блядь, богатство Венея, как бы он слишком за многое не взялся, и бывает, и надо из-за голубых людей. Вот, но он все-таки взялся, я не препятствовал, но взялся и смотрите, что он создал. Конечно, большое дело, что здесь в Нарве у вас есть энтузиасты этого дела, которые хотят поработать на этом добром деле, ответить на это дело, послужить, а это всегда бывает очень трудно. В Таллине мне это сложно, в организации таких дел найти людей, которые взялись без... Риана-то это дело нету. Ну, что же делать? Ну, в Нарской епархии есть еще одно местечко, где тоже немножко добрые дела делись. Это Нина. Там мы устраивали наш детский лазер, и дети хорошо там отдохнули, привели время. И там тоже нашлись энтузиасты, которые дали возможность собрать там мебель и все необходимое. Правда, очень мало времени там, но и я там отдыхал недельку тоже. Место хорошее, и все начит, и так уже... Вроде бы была наша инициатива, теперь она на Нарской. Нина тоже. Так что все переходит в Нарскую епархию. Спасибо. Слава Богу, да благословит Господь вас всех. Я думаю, за добрые дела, за добрые дела Господь никогда не оставит. И они будут жить. Главное, чтобы между собой был мир, любовь, взаимопонимание, послушание. И тому, кто организовал этот дом. И вашему Владыке, который, наверное, будет тоже опекать и бывать здесь. И радовать пожилых людей добрым словом и вниманием. Так что дело налаживает сердцом. Помоги вам всем, Господи. Середечно благодарим вас, ваше высокопреосвященство. Сегодня вашими стараниями, трудами это здание наполнилось не только людьми, а благодатью Святого Духа. Здание приобретает душу только тогда, когда священник произносит молитву и благословляет, и окропляет. Поэтому, Владыка Середечно, мы вас благодарим еще раз. Желаю вам от Господа Бога доброго здравия, душевного спасения, всяческого блага. И мы очень сегодня рады вам сослужить, послужить с вами, причаститься завтра от тела, чаши общей. Это говорит о великой любви христианской нашей к Богу и друг другу. Спасибо, Владыка. В ответ на теплые слова, протеерей Виталий Гаврилов поблагодарил Владык и присутствующих городских властей. За внимание к нуждам пожилых людей. Я помню тот разговор, когда я приехал к вам в Сталин, мы с вами дома встречались, и мы с вами говорили о том, что никогда нельзя бросать не начатое дело. Та очередь тех людей, которые нуждаются, она заставляет иногда идти против всяких норм, которые приняты в человеческом общежитии. Когда видишь людей, которые имеют последнюю надежду на то, что их здесь примут, вообще-то вот страшное, можно сказать, место. Здесь человек, отсюда человек уезжает на кладбище. И поэтому, наверное, нет такого места, где бы вот любой работе, который здесь работает, не понимал, что человек отсюда уже никуда, ни земное другое место не возвратится. И вот очень важно, чтобы в этом месте действительно создавались условия для того, чтобы любой человек, живя здесь, был готов к переходу к вечной жизни. Я еще раз вас благодарю и спрашиваю ваших святительских молитв. И благословите нас на это непростое дело. И, конечно же, вот вы говорите, что вы переживали. Я тоже как-то вот думал о том, что вообще нужно ли этим заниматься, потому что это дело занимает все силы. И, может быть, и другие дела, они тоже требуют участия. Но вот иногда, когда соприкасаешься вот с человеческим горем, болью, то ты не можешь не откликнуться на эти вещи. Поэтому, конечно, мы бываем разными. Но вот я еще субеждаюсь в том, насколько мы бываем готовыми помогать немощным, слабым, больным. Вот в этом, собственно говоря, есть служение ближнему. И вот вы говорите о том, что доброе дело, оно действительно, наверное, очень многое нам прощает наших недостатков, наших грехов. И поэтому, когда есть возможность, ну, таким образом служением исправлять, искоренять себе какие-то страсти и грехи, это есть то благо. И вот это дело, оно как раз вот и дает вот это благо. Поэтому еще раз вам большое спасибо за вашу веру в нас, за ваше молитвенное представительство. Много вам блага обета. Большое вам спасибо, что вы сегодня сюда приехали, сегодня с нами. И сегодняшнее событие, оно тесным образом связано с десятилетием со дня священника праведного Антонштадтска. Вот вы сейчас говорили, я подумал о том, что ведь Антонштадтский, он, в принципе, делал то, что в какой-то степени делает наш храм, посвященный его памяти. И вот то, что он создал трудолюбие у всех в Хронштадте, в какой-то степени мы здесь являемся продолжателями его дела. Поэтому и все как-то в нашей жизни взаимосвязано. Никто никогда не думает, чем дело может закончиться. Но вот и сегодня тот день, когда мы действительно рады, что мы закончили начатое дело. Помолите за нас, Владыка, благословите нас. Я еще раз благодарю Владику Лазаря, нашего правящего архиерея. Спасибо вам большое за ваше предстательство, за то, что вы сюда приезжали, поддерживали нас, когда у меня опускались руки, от того, что не двигалось дело так, как хотелось бы. Спасибо вам большое. И всем присутствующим, где работающим, я, конечно же, властям, говорю свое сердечное спасибо. На следующий день, 13 ноября, в храме Нарской иконы Божьей Матери, праздничную литургию возглавил Высокопреосвященнейший Корнилий, митрополит Таллинский и всея Эстонии, в сослужении Преосвященнейшего Лазаря, епископа Нарвского и Причудского. Благословите нас, пожалуйста. Боже благословения, с праздником. Спасибо. Благословения, с праздником. Благословения, с праздником. Продолжение следует... Также клирики храма Нарвской иконы Божьей Матери и Нарвского Воскресенского кафедрального собора. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...